Давным-давно, давным-давно в другой стране, в другое время, в тишине, в горах, каких не видел я, была история моя. Там вдалеке от всех людей охотник жизнью жил своей. Он жил один вдали от всех, хоть молод был, силен как лев. Зачем оставил мир людей и жил один, как дикий зверь? Быть может, совершил он грех и изгнан был из мира тех, где раньше жил или страдал. Ведь часто ночью он рыдал. Он горько плакал и стонал. Что же герой наш вспоминал? Что ночью не давало спать? Что он не мог не вспоминать? Чтобы его нам боль понять, мы будем время изменять. Мы ход часов переведем на год назад. И так начнем. Прекрасный замок, тронный зал, столы накрыты, будет бал. Сегодня свадьба, будет праздник. Граф женится, молодой проказник, безумно рады мать с отцом. Сын не ударил в грязь лицом, нашел невесту, краше нет, прекрасную, как солнце свет. Богатый род, чистейшей крови, как жениха отец доволен, как горд за сына своего. Ведь вскоре счастье ждет его. Ура, ликуют все в округе, на свадьбу все приглашены. Вот и красавицу невесту везут в церковную алтарю. Невесты мать с отцом так рады, ведь дочь их графа влюблена. Скорей на свадьбу, лишь бы только их дочка счастлива была. Вот и карета подъезжает, невеста в белом, все кричат. Ура, невесту восхваляет и к алтарю. Пройти велят, жених карете подбегает, невесту за руки беря, целует их и помогает спуститься вниз. У алтаря уже священник ждет влюбленных. Обряд готовый совершить и по цветам в часовню сходят. Жених с невестой слились, их губы в нежном поцелуе. Обряд церковный совершен. Ну и так далее, и тому подобное. Ну там очень такой детективный сюжет. И значит, чуть-чуть кратенькую завязку, потому что времени остается мало, да? Ну вот, свершилось правосудие. Так говорил безумный граф Рукедин Жакин, жалкровавый. Улыбка на его устах играла. Посмотрев на тело, он взор сур обратил туда, где без сознания находился графиня муж. А для тебя я кару выдумал получше, чем просто смерть. Ты будешь жить, но в этой жизни смех ужасный о смерти. Ты будешь сам молить. Безумец поднял труп графиня, кладет на брачную кровать и говорит. Молодожены должны сегодня вместе спать. Затем кладет он мужа рядом, женой достает кинжал и в руку вкладывает графа. Граф без сознания лежал. Затем к дверям отходит чурись, он долго смотрит на кровать. Прекрасно! Граф убил графиню, свою жену. Что скажет мать, что гости скажут. Он убийца, какой позор для всей семьи. И так далее, и тому подобное. Лоскут. Ты помнишь, милая, я много говорил, но описал гораздо меньше. Все те года, что я тебя любил, давно доношены, как вещи. Но ты хоть сохранил оскуд своей любви, давно истлевший, и вспомни, что когда-то тут был взгляд поэта ошалевший. Смотрел, не отрывая глаз, и чтоб не выскользнули руки, сжимал их, как в последний раз предчувствуя вино разлуки. Я много выпил и пропил, такая жизнь для близких мука. Но тот, наверное, не любил, кто слова не испил разлука. Душа, слова, как сахарный песок. Душа все растворить не в силах, любимая. Я одинок, когда друзья мои в могилах. Есенинская аж просто пьянь. Высоцкий и того похуже, то пьет, то колет себе дрянь. И голос поутру простужен. Нашел кумиров. Молодец. И с кем себя поставил вровень? Ведь пьяница был твой отец и по-есенински злословил любимая. Я сам не рад, что чувствую все так же резко. И вздорство обратив назад, хочу засунуть шею в леску. Мы сами выбираем путь, как сами наливаем водку. Но ты меня забудь, забудь. Я сел давно в другую лодку. Я по-есенински блевал и по-высоцки резал душу. Плевал, 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 плевал на тех, кто строит жизнь на суше. Но я когда-то доплыву, весь в шрамах и своей блевоте. И крики голос надорву. Хоть вы меня совсем не ждете. Немного муж, но и отец. И этому был я причина. Подлец, конечно же, подлец гораздо больший, чем мужчина. И мне уже нет места тут. Ты улыбнешься очень мило. И из души достав лоскут, ты скажешь, я тебя забыла. Штыковая атака. Дед мне рассказывал, как они ходили в штыковую атаку. В штыковую. Шинели не штопать. Доктор будет нам штопать сердца. На губах окаянная копоть. Это значит, идем до конца. В штыковую. Все, честнее нет атаки. Не петляя, бежим напрямик. И кровавые. Вырежем знаки. Погружая в противника штык. В штыковую. Не тратьте патроны. Пуля дура, а штык молодец. И под хрики, под хрипы и стоны. Оживает железный резец. Безголосый. Он громче, чем голос. От наждачного круга осип. Со щеки он срезал нежно волос. А сегодня к винтовке прилип. Эй, живые, спешите в атаку. Мы здесь куклы. Воюют штыки. Превращаемся в злую собаку. Оголяя стальные клыки. Мы едины в клыкастом порыве. И сердца в унисон, как одно. Мы в атаку ушли молодыми. Кровь врагов заменила. Вино. Дыхание сбито. Всего один круг. Овальных 400 метров. А он ускоряется, словно вокруг планеты, планеты, планеты. И каждым шипом, оголенным как нерв, толкается брея падения. По первой дорожке не видим для всех. Движение, движение, движение. Не тратить все силы. Все силы отдать. Дыхание сильнее в повороте. И тот, кто был справа, вдруг стал отставать. В полете, в полете, в полете. Решит все прямая, агония тел. И финиш границу рая. Он вырвал победу, хотя и летел. По краю, по краю, по краю. Время красное, довоенное. Безопасное и беспленное. На два лагеря колят-колятся. Под одной статьей ходят-молятся. На картине вождь, под картиной вождь. Раздави народ, как тифную вождь. Прячь, не прячь, ответишь за отчество. Увезут отцов от отрочества. Руки за спину, воронок полет. Приземление в соловковый лед. Перепилят всех за 15 лет. За ударный труд кладут в лазарет. Ставят им кресты, да не красные. Белые бересты криво разные. Не положено, бесхолмистые. У счастливцев лишь белье чистое. Осчастливили. По амнистии. Поезда везут рельсы с рейстями. Деревянные чемоданчики. И под стук колес бьют стаканчики. Души голые, не отчаются. Но на форме находираются. Телогрейки, кепки засалены. Возвращаются дети Сталина. Кошку машина сбила. У самого края дороги. Куда-то она спешила. Но ей перебили ноги. У кошки ведь ног нету. У кошки четыре лапы. И светофорного красного цвета капельки крови. На снег капали. Водитель не притормаживал. Нога сдавила, спешил. К той, за которой три года ухаживал и три месяца жил. А кошка, как рыба на суше, подальше от света фар, ползла, прижимая серые уши, глотая кровавый пар. Всего на час отлучилось, пока малыши спали. И вдруг из сосков палилось молоко цвета талой стали. А тот, кто убил случайно, любимый дарил сережки. Не зная, что в доме его живут тайно четыре слепые кошки. Секотворенец и коротенько и написанное мною про траву. Про траву. Рвется травинка к солнцу, пыльный асфальт грызя, питаясь дорожной пылью и проблесками дождя. Позеленев от злости, рвется она вперед, ломая сухие кости, а прошлогодний лед. Хоть нас поистине прельщают предания, опять же, 15 лет я это написал. Хоть нас поистине прельщают предания древней старины, романы про любовь читая туда попасть, мечтаем мы. В эпоху, где царят законы прекрасных рыцарских времен. Где настоящие мужчины за честь свою стоят мечом. Там дамам битвы посвящают и любят до последних дней. Там честь и смелость миром правят. Там мир иной, иных людей. А наше время, что в нем проку? Где честь, где смелость, где любовь? Мир изменился, но не значит, что в людях изменилась кровь. Ведь кровь одна, она играет, она кипит, она бурлит, от страха в жилах застывает. И от любви, как хмель пьянит. И мой рассказ про наше время. Послушайте его, друзья. Не все в нем правда, без сомнения, но в нем и жизнь, и кровь моя. Сегодня предстает пред нами одно из действующих лиц. Я молод, я умен, тщеславен. Так о себе он говорит. Кто он, откуда появился, как имя этого лица? Хвалить себя он не ленился. А ну, представим подлеца. Зовут его Андрей Петрович. Я имени не изменил. Пусть знает главного героя, кто он таков и как он жил. Он горд, ведь он себя считает избранником среди людей. Себя Андрей всех выше ставит, себя считает всех умней. Да, гордость и тщеславие правят моим героем, как и мной. Но это в прошлом. А сегодня я стал совсем уже другой. Но мой Андрей собой гордится. Вся жизнь героя впереди. Посмотрим, для чего явился и что он встретит на пути. А труду нашему герою еще пока 15 лет. И в голове лишь ветер воет, ведь больше ничего в ней нет. Но наш герой собой гордится. Он думает, ведь я гигант. Всего смогу в жизни добиться. Ко всем наукам есть талант. Я знаю все. Я все сумею. Мне в этой мире равных нет. Я в жизни сделать все сумею. Хоть мне еще 15 лет. Так думает герой наш властный. В себя влюблен он без ума. Все в жизни у него прекрасно. Ведь жизнь одна, увы, одна. Но мы его пока оставим. Пусть думает, что хочет он. Знакомство с главной героиней. Мы вместе с вами перейдем. Вот на этом пока закончим. Боксеры на ринге. И как раз мне хватит времени, чтобы его зачитать. Боксеры на ринге. Пока пево рту. Танцуют ногами. На выдохе встречный удар по лицу и свист, как щелчок сапогами. На коже перчаток размазана кровь, вспотевшие торцы. Удар рассекает опухшую бровь и падает тело на тросы. Хук слева, хук справа. А в зале кричат слюнями, давяся. По точным ударам у судей ничья. Но есть еще раунды в запасе. Секунды стреляют биением сердец и гонга не слышат. Но рефери крикнул «Брейк!» Значит, конец. И между боксерами вышел. Минута на отдых и рвение в бой. Удары короче. Но танец боксеров и кожаный вой становится жестче. Щелчок и падение. Обратный отсчет. И тренер сжал зубы. За тросы цепляясь под битый встает в задышки, кривя свои губы. Нет-нет! Он не сдастся. Он как динамит от злости взорвется. Удар точно в челюсть. Соперник лежит. А тренер смеется. Все из моей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.